Заслуженная победа Заслуженная победа Заслуженная победа Заслуженная победа Заслуженная победа Заслуженная победа Вести 2-0 И упустить преимущество Этого не хотелось Но слава богу То что ребята Сконцентрировались И отлично сработали Уже забив третий гол И наверное заслуженно Довели матч До логического завершения Поблагодарил команду За характер За эмоции За то что доставили хорошие положительные эмоции болельщикам. Очень благодарен болельщикам за поддержку. Очень бы хотелось, чтобы мы своей игрой, своими результатами больше привлекали динамовских болельщиков на трибуны. Вот поэтому готовы и внимания им уделять. Это особенно после игры на хороших эмоциях. Где-то расписаться, где-то сфотографироваться. Никаких проблем. Мы в этом плане всегда готовы болельщикам уделить внимание. Ну и пользуясь случаем, конечно, понятно, футбол это мужская жесткая игра. Да, естественно, что бывают травмы. И вот, к сожалению, сегодня случилась травма у Олега Евдокимова, сотрясение мозга. Сейчас парня отправили на томографию. Мы посвящаем эту победу Олегу, нашему товарищу, нашему партнеру. И все ребята тоже присоединяются к этому. Я после этого сказал ребятам раздевалки, что поздравил их с победой. И мы, еще раз говорю, посвящаем Олегу эту победу за его характер мужской, за проявленное качество на футбольном поле. И желаем ему, конечно, чтобы все обошлось и чтобы скорее он вернулся в строй. Ну и лучший игрок сегодняшнего матча у нас... Олег Евдокимов, да. Спасибо. Будут ли вопросы? Первое, что я хочу сказать, сейчас абсолютно не надо... Мы не смотрим сейчас турнирную таблицу, да. Мы встречаемся с БТ, точно с таким же соперником, как Слуцк, Славия и Ислыч до этого, да, с амбициозными командами. Понятно, что БТ это тоже клуб, который амбициозен и команда, которая стремится также к высоким результатам. Поэтому рассматриваем этот матч как четвертый тур, четвертая игра в чемпионате. И здесь кто куда оторвался, я вообще даже не понимаю и не хочу это принимать. Мы идем от матча к матчу, у нас есть конкретный матч. И я всегда ребятам говорю, то, что было вчера и то, что будет завтра, это не имеет значения никакого значения, имеет только то, что сегодня. Поэтому наступит день матча с БТ, мы тогда решим, как мы будем играть и как мы будем стремиться к победе. Понятно, что матч с БТ решающих клубами, там много, тем не менее, прошла три тура, до сих пор не институтировали за Динамо, африканские Динамо. Здесь у нас высокая конкуренция в Минском Динамо. Все ребята понимают эту конкуренцию, я часто об этом разговариваю с ребятами. Поэтому в любой амбициозной команде, где есть хороший подбор исполнителей, всегда должна быть высокая конкуренция. Это двигатель прогресса и здесь, я думаю, что не открываю никакой тайны, как говорится, все понятно. Когда есть хорошая конкуренция, мы тогда прогрессируем, выжимаем из себя как можно больше, для того, чтобы попадать в стартовый состав. На данный момент, раз ребята не выходят ни на замену, ни в стартовом составе, значит, где-то пока еще не дотягивают до уровня того, чтобы добиться права выходить в стартовом составе. Значит, ребята другие выглядят сильнее. Все банально просто. Спасибо. Ваши вопросы? Возвращаясь к прошлому матчу, с Лави Модрикой. Владимир Хвощинский, когда его заменяли, он рассказывал небольшое недовольство. Вы, может быть, общались с ним по этому поводу? Ну, мы сегодня играли с футбольным клубом «Слуцк». Давайте не будем говорить то, что было 2 апреля. Это уже прошло сегодня какое? 8 апреля? 6 дней прошло. Я уже не помню то, что вчера было относительно кто что. Мы говорим про то, что 2 апреля была достигнута победа со счетом 2-0. Владимир Хвощинский отлично отработал свой отрезок матча. Заслуженная команда одержала победу в Мозоре. И мы пошли дальше. Сегодня 8 апреля. Динамо Минск, «Слуцк» 3-1. Задавайте вопросы по Хвощинскому. Что сегодня? Забил Володя гол? Молодец. Никаких вопросов. Заслуженная команда победила. Никакого недовольства у Володи нет. Все прекрасно. Я думаю, максимальные цели. Владислав в каждой игре отдается и понимает, что он нападающий. Естественно, что мне понравилось его интервью последнее, когда он сказал, что я всего лишь подытожил усилия всей команды в завершающей фазе. Это говорит о том, что мы, прежде всего, рассматриваем исполнительское мастерство каждого футболиста на футбольном поле сквозь призму интересов команды. Не индивидуальные способности и какие-то особенности каждого футболиста, а индивидуальные возможности и способности отдельного футболиста в интересах команды. Поэтому Влади, конечно, как футболист, который у нас в атакующей группе играет, будет стремиться как можно больше забивать планку. Ну, у него спросите, какую он планку для себя ставит. Я бы ему, скажем так, сказал бы о том, чтобы он забивал как можно больше. Любой тренер хочет, чтобы нападающий всегда реализовывал то количество моментов, которые у него возникают. Но есть исполнительское мастерство, поэтому здесь, в этом плане, чем выше это исполнительское мастерство, тем больше его показателей будет. Ну, по всему побить ему рекорд Бомбира в Дипольдху пошло. Ну, опять-таки, я не хочу сейчас загадывать, еще раз говорю, даже если побьет, это будет прекрасно, но если не побьет, а принесет большую пользу команде, и это будет прекрасно, поэтому никаких вопросов. Значит, такой вопрос. Правильно понимаешь, что Швецова заменили за желтый, не за плохой игрок? Нет, Швецова заменили, потому что нам нужно было немножко эффективнее начинать атаки с левой стороны. Поэтому, понятно, мы понимали, что Саша Сачивка вернулся в общую группу, провел определенное количество тренировок, но при этом пропустил достаточно много. Поэтому подвели его именно к этой игре, но Макс правоногий футболист, поэтому где-то немножко начало атаки у нас не такое было, как нам хотелось. Но это связано только с тем, что он правоногий. Поэтому Саша Сачивка вышел и улучшил начало атаки, плюс забил победный гол.